ВАУ! 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 Здравствуйте, мои уважаемые зрители, подписчики и просто гости моего канала! Сегодня спешу похвастаться очередной новинкой. Это не новинка, это бомба! Вот что я вчера приобрела. Как вы, наверное, уже заметили, это сокровище Будды. Посмотрите, какой он алый! Сейчас немножко с собой заслоняю вам солнышко, потому что как-то оно перебивает. Посмотрите, какой он симпатичный цветок! Сам цветок очень-очень-очень красивый! Он красный! Он алло-красный! Я специально такое место подобрала, чтобы показать вам его в лучах солнца. Да, он еще имеет и легкий глянец. Глянец, серебристость такую. Вот такие вот у него красивые-красивые цветы. И вот такая вот у него милейшая сиреневая губка. Действительно, она как сокровище тут блестит таким середневато-голубым цветом на фоне вот этого всего, вот этой всей алой красивой расцветки. Да, это фантастика! Вы знаете, когда я списывалась с продавцом, мне показывали фотографии. Фотографии были четкие, красивые. Вы сейчас видите их на экране. Но, когда я получила цветок, я была ошеломлена. В прямом смысле, я была шокирована. И я сейчас пришла к такому выводу, что все-таки никакая съемка, никакой видеообзор, никакие фотографии. В общем, ничто, ничто не может передать все-таки и расцветку, и ощущение. Все равно, вот не получается ничем передать всю красоту фаленопсисов. Ну, в принципе, всех, наверное, цветов и всех расцветок. Вживую, конечно, оно совсем по-другому смотрится. Поглядите! Я такая счастливая, что я стала таким сокровищем, такой жемчужиной обладать цветка. Я вычитала в интернете, что этот цветок единственный, который, ну, как считается, красным. Вот единственный красный, да. Он действительно красный. На камере видно какие-то вот сиреневые отличия. Отличия, как это сказать, цвета. Но на самом деле на нем нету, вот смотрю без камеры, на нем нету ничего сиреневого на лепестках, кроме губы. А вот эта вот губа, вот если я солнышко заслоняю с собой, сейчас я немножечко подвину. Может быть, в принципе, вот оно и все равно близкое, близкое оно к передаче цвета. Но все равно оно ярче выглядит на видео, чем оно вот ярко. Вот как будто бы все равно сейчас мне тут прям светит какая-то подсветка. На самом деле оно более-более темное, темный, более-более темный цвет. Красный действительно, и вот эта вот очаровательная губа. Размер цветочка небольшой, 5 сантиметров. Я уже померила. Вот видите, так сейчас я вам немножко серединку покажу. Тут она вот, в лучах солнышка кажется, оранжевая. Да, вот и сиреневая губка, лепестки красные. Ну, в общем, фантастика, фантастика. Ну, особенного глянца нету, но есть искристость. Вот искрятся у него, вот смотрите, как искрятся на солнышке у него лепесточки. Вот такой вот мне замечательный прислали Будум. Замечательный, замечательный, из трех цветочков. Он совсем маленький, он совсем подросток. Поглядите, вот у него тут всего сколько, 4 листа. Я тут нижний уже не буду считать, потому что, наверное, он все равно скоро, видите, он уже желтенький. И он по себе скоро уже отсветет, отвалится, пожелтеет, отсохнет. Вот, и танец у него всего 3 листа. Вот такой вот маленький, очаровательный подросток уже с отцвел. Жемчужина, не знаю, жемчужина или сокровище. В общем, теперь это у меня очередная любимка. Цветочек для пластиковых, да, он чуть-чуть такой, прямо, ну, не чуть-чуть, конкретно восковой. И самое главное, что он пахнет. Да, они пахнут. А представьте, когда будет, когда он подрастет, окрепнет и выкинет несколько цветоносов. И цветоносы будут ветвиться. В общем-то, это мой первый видеообзорчик про Буду. Конечно, если он доживет, ничего с ним не случится. Корешки тоже у продавца восхитительные. Я так поняла, что у продавца это его было домашнее цветение. И я вот прямо случайно, я давно о нем мечтала. И случайно вот как-то он мне, как говорится, мечтай, мечтай, и все сбудется. И вот, наконец-то я его приобрела. Еще раз, сто раз еще вам покажу. И не зря я вам тут рядышком поставила свою сога релекс. Релекс, релекс, релекс. В общем, не знаю, как я его неправильно выговариваю. Но как-то вы, наверное, уже все знаете, что это сога релекс с цифрами 1671. Вот. Посмотрите. Он у меня так же как бы и остался один. Но вы знаете, за это время он у меня стал такой пахучкой. Он приобрел такой аромат. Я прямо с ног падаю. Я когда захожу, вот моя кухня, вот там вот у меня заход в кухню. А стоят они у меня на кухонном столе. Вот там на уголку и у меня подсветка есть. Видите? Прямо-прямо под этой подсветкой они стоят у меня на кухонном столу, на обеденном. Здесь мы кушаем, обедаем. Вон там на краю. Вот это все мое добро вот стоит вот так вот на подносе. Там у меня еще Джулия. Или как-то ее по-другому ринг называют. Это тоже у меня малярка. Ой, ну ладно, отвлеклась. Отвлеклась от Сога Релекса. Посмотрите. И посмотрите, как он уже конкретно мне тут набил еще два бутона. Вот даже не знаю, может быть там даже еще и третий. Посмотрите, показывается третий бутончик. Да, камера. Иногда она меня так подводит. Так хочется показать. Ну, я думаю, что... Ну, вы догадываетесь, что это револьверное цветение. Даже, наверное, уже многие знают. Будет он у меня вот так вот свистеть, свистеть, доцветать. Мой глянцевый красавец. Да, у него тут есть нотки бордового. Прям такой бордовый. А ну-ка я сейчас вот так вот заслоню с собой солнышко. Так. Ну, вот, у меня вроде бы и все. Похвасталась. Сейчас я вам эти красоток покажу в композиции. Рядышком вот так вот они у меня стоят и красуются. Посмотрите. Еще раз посмотрите, пожалуйста. Какая я довольная. Какая я радостная. Какая у меня складывается коллекция. Не, цветочки, они одинаковые по размеру. Это просто я так показываю. Сейчас я вот, наверное, так чуть-чуть поверну. Посмотрите. По размеру цветочки абсолютно одинаковые. Но цвет, цвет отличается. На камере вроде бы они как одинаковый цвет, но нет. Цвет. Здесь вот где-то есть более такого бордового. Бордо. Бордо. Вот, видите, вот иногда так вот. Вот тут какая-то синева была. А это чисто красный. Чисто красный, чисто красный. И такой искристый, искристый, искристый. Это теперь мои сокровища. Сокровища Светланы. Они сокровища будут. Тоже, как я уже не помню, сказала, не сказала, он ароматный. И он ароматный, и Будда. Ой, извините. И Будда ароматный. И релекс ароматный. Ароматный ароматный. А релекс вообще так распохучился. Эта красотка перенесла такую жаркую дорогу. И, конечно, я получила. Вчера я его получила. Это получается у нас сегодня 8 июля. Вчера я 7 получила. Сегодня 9, а вчера я получила 8 июля. Как раз сейчас на Украине стоит очень-очень жаркая погода, до 40 градусов у нас на солнце поднимается температура. И просмотрите, не помялся ни один листок, продавец его так тщательно упаковал, не отсушил мне ни один цветочек. Все на месте. Стоит он как бравый такой солдатик. Ничего не повредилось. Все-все-все дошло хорошо. Спасибо таким ответственным продавцам, которые знают свое дело, что все-все-все-все оно приходит к нам в полной невредимости. Иногда очень обидно получать цветочки, которые пострадали. Или может быть это такой устойчивый стресс, сорт не испытал стресса. В общем, судите сами. Живучка, берите. Всем советую. Ну, эта вот губка меня сводит с ума. Как же, как же, вот, перебивает, вот, перебивает. Вот так, посмотрите, посмотрите, какая красота. Какая у нее вот эта вот губочка. На фоне красного. Ой, ну, это камера. А так, ой. Вот так. Вообще замечательно. На таком фоне такая губка. Ну, в общем, спасибо вам, мои хорошие, за просмотр. Спасибо. Спрашивайте, что-то мне советуете под видео. Пишите мне в любом случае. Пишите мне очень, очень приятно, когда вы мне пишите приятные отзывы. Когда вы меня хвалите. Когда вы что-то спрашиваете. У меня все мои темы, все мои события запечатляются видеосъемками. И поэтому у меня уже есть наработанный опыт в обращении с орхидейками. И я вам могу и подсказать что-то, и предъявить видео. Видеообзорчики. Итак, до встречи. Пока-пока. Не забывайте подписываться на канал и ставить мне лайки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...